Дорогие братья и сестры, я от вас сердечно поздравляю с прекрасным праздником. Мы тоже уже собрали урожай, у нас тоже есть пища, потому что Бог заботится о всех. И где бы мы сегодня с вами не находились, мы можем сказать, что и у нас были дожди, и у нас было солнце, и вновь семя, то, которое положили мы в землю, оно дало плод, оно выросло, оно принесло прекрасные плоды, плоды для нашего с вами пропитания, плоды для того, чтобы мы вновь благодарили нашего Господа. А если нет плодов? Я буду читать из книги пророка Исаии, с пятой главы, с первого по четвертый текст и седьмой текст. «Воспою возлюбленному моему песнь, возлюбленного моего, а виноградники его, у возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы. Он обнес его оградою, очистил его от камней, насадил в нем отборные виноградные лозы и выкопал в нем точила и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. «И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим, что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему, почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды?» Седьмой текст. «Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды, любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль». Сегодня мы празднуем праздник жатвы, но сегодня мы с вами не собрались здесь на сельскохозяйственную конференцию, чтобы нам рассуждать, а как лучше посадить и что растет у нас. Мы с вами сегодня говорим о делах Бога. Мы сегодня слышали первую проповедь, которая нам ясно, четко доказывает и показывает, что всему, начало, всему, везде первый источник является Бог. И здесь эта история, которая в образе виноградника говорит об одном народе, об народе Израилевом, нам говорит, что не о винограднике или не о пшенице заботится Господь, а Господь заботится о человеке, о его душе. Как ему жить, где ему жить? В «Деянии апостолов» апостол Павел сказал так, что Бог, он приготовил место для жизни народов, положил пределы или границы их обитания, время назначил для обитания человека и подводит итог и говорит, а для чего это все? А для того, чтобы они искали Бога. И вот прекрасная история. На первый вопрос я хочу, тот, который здесь звучит, вместе с вами порассуждать. Бог говорит, а что я еще не сделал? Я хочу сказать, что условия для того, чтобы человек приносил плод, создает Бог. И в этой картины достаточно, чтобы видеть. Бог приготовил место. Бог приготовил лучшее место. Господь взял лучшие сорта винограда. Господь сделал все необходимое, чтобы человек жил и приносил ему плод. Что мы сегодня с вами не видим на витрине? Много, что не видим, но для нас достаточно того, что есть. И мы можем сказать, что да, мы с вами собираем, мы с вами не все собираем, что Бог приготовил на этой земле. Зачастую мы даже не знаем некоторых плодов, которые, как они называются, которые Бог создал. Но нам достаточно то, что мы собираем для того, чтобы жить. Для того, чтобы сегодня встать и не быть голодным. Для того, чтобы вкушать ту или иную пищу на разный вкус. Бог приготовил все. Он приготовил все необходимое для жизни. Он приготовил все для того, чтобы ты приносил плод. И вот на примере израильского народа я вспоминаю одну историю, когда израильский народ находится в Египте. Когда для израильского народа жизнь была очень тяжелая. Рабство, тяжелый труд, труд невыносимый. Но почему израильский народ не уходит? Спасибо. А ему хорошо. Можно пережить рабство. Можно пережить давление. Лишь бы был котел с мясом, был чеснок, дыни, лук. И народ будет жить спокойно. А плоды Богу? Где плоды Богу? Господь создает ситуацию в жизни израильского народа, чтобы этот народ встрепенулся, одумался, увидел величие и славу Бога. И мы с вами знаем, Бог посылает Моисея, чтобы вывести израильский народ. Но давление. И народ вопиет, кричит. Бог показывает руку свою, силу свою. Мы с вами знаем великие чудеса, которые делает Господь в Египте, чтобы утвердить израильский народ и сокрушить мощную силу врага. И вот израильский народ выходит из Египта под рукою сильной, мышцей простертою. И вновь тупик, и вновь море. И что делать? И всегда задается такой вопрос. А почему это с нами? Почему это у нас? Почему идти некуда? Зачем сюда нас привели? И Господь показывает свои чудеса. И море раступилось, израильский народ перешел. И прекрасная песнь Богу. Когда пучина морская закрылась над врагами. Когда тишина и свобода поют женщины. Они взяли тимпаны. Они взяли струнные инструменты. Они восклицают. Они превозносят Бога. Моисей. Моисей воздает песнь Богу. Дорогие братья и сестры, открывается прекрасная мысль. Если ты видишь величие, красоту Бога, то невозможно не петь Ему. Ты будешь петь. Потому что Бог создает все эти условия, чтобы ты прославлял Бога. Но нужно научиться видеть Его великую и прекрасную руку. Вторую мысль, на которую хочу обратить внимание. Бог создает все условия для спасения. Мы с вами видим. Поставили на Тучной горе ограду. Выкопали точила. Взяли прекрасные отборные лозы. А для чего? Для чего Бог показывает эту картину? А для того, что Он создает условия для жизни человека. Не просто для жизни человека, а для возможности спасения человека. Человек погибает во грехах. И часто израильский народ не хотел уходить с тех прекрасных насиженных мест в землю обитованную, которую предлагает ему Бог. Бог говорит, земля прекрасна. В ней молоко, в ней мед. В ней все для вас. Вы придете. Вы не будете строить города. Они уже построены. Вы не будете садить виноградники. Они уже растут. Все для вас уже приготовлено. Но израильский народ идти не хочет. Такая история повторилась, когда после плена, после приказа царя Кира, чтобы восстановить Иерусалим, немногие евреи захотели уходить из Вавилона. Немногие хотели идти, возвращаться в разбитый город, строить, создавать все заново. Они не хотели, им хорошо. Они прижились на земле чужой. Им прекрасно и больше ничего не нужно. Но Бог хочет спасения человека. Порой наше с вами сердце, оно настолько испорчено, оно крайне испорчено, говорит Господь. Но Бог хочет спасения. И Он это спасение создает. Говорит Господь, что еще? Мы с вами знаем историю израильского народа, да? И вот интересно, Христос говорит такие слова. Много было вдов в Израиле, но к одной вдове только был послан Илия. Много было прокаженных, но только один прокаженный, Нейман, он исцелился. Бог создал условия, что для женщины, что для Неймана. Но этим условиям нужно было подчиниться, этим условиям нужно было покориться. У Неймана был выбор, идти или не идти, окунаться или не окунаться. Был выбор. Но если бы он избрал другой выбор, он так бы и остался прокаженным. У вдовы был выбор взять хлеб и испечь для себя и для своего сына. Да, выбор был. Но если бы она так сделала, она бы умерла с голоду через некоторое короткое время. Господь создает условия для спасения. Эти условия, которые в израильском народе были прекрасны. Гора была тучная. Солнца было много. Лоза была отличная. Часто в нашей жизни задается вопрос, а почему у меня такой начальник на работе? Почему у меня такие родители? Почему такая церковь? Но Бог делает все для твоего спасения. И это те условия, которые необходимы тебе. Такая у тебя жена, такой у тебя муж. Да для чего? Да для того, чтобы ты спасся. И такой пример нам оставлен в Библии. Ковчег. Когда этот ковчег был наверху воды, это было единственное место для спасения. Да, неудобно. Места мало. Да, неудобное соседство. Там животные рядом. Да, долгое время. Но это единственный путь для спасения. Это единственное время для спасения. И когда мы с вами читаем Библию, то и в Новом Завете мы читаем слова апостола Павла. Петра, прошу прощения. Он говорит, покайтесь и крестится каждый из вас, взирая на прощение грехов, и получите дар Святого Духа. Он не сказал другого слова. Он нам дал путь спасения. И этот путь только для нас. Этот путь для каждого человека. Потом впоследствии апостол Петр напишет так, 12 коленом, находящимся в Россиянии, в Понтии, Каппадокии, Асии. И призывное слово – радуйтесь. Нам нужно с вами, дорогие братья и сестры, живя на этой земле, научиться радоваться тому, чему, что дает Бог. Приходить в дом Его, в дом приходить Его с радостью, с ликованием, потому что праздник Бог нам дал. Он нам дал все необходимое. Пусть душа радуется, пусть душа ликует и превозносит нашего Господа. Он нам эту радость дал. И третью мысль, на которую хочу обратить внимание, я опять вернусь к этому тексту. Исаия 5 глава, 7 текст. Написано так, «Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужей Иуды – любимое насаждение его. И ждал он». Священное Писание говорит, что он ждал. Бог ждет от человека плода. Написано, ждал правосудия, ждал правды. И я скажу, что был на земле один человек, который жил правосудно, жил по правде. Этот человек звали Иисус Христос. И когда мы с вами, дорогие братья и сестры, будем читать о жизни нашего Господа, мы с вами найдем прекрасные слова в книге пророка Исаии в 53 главе. «Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем». Я хочу обратить внимание на этот прекрасный текст. Внимание ваше, внимание свое. Христос за нас предал душу свою. Это была его возможность спасения. Это было, он это спасение принес нам. Принес нам. И я хочу обратить ваше внимание на еще один текст о нашем Господе. Это последнее послание к евреям. 2.9. «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был уничижен предангелами, дабы Ему по благодати Божией вкусить смерть за всех». Христос вкусил смерть за всех. Нам дал жизнь. Нам дал жизнь, нам дал радость. Это Его подвиг, это Его жизнь, которая здесь на этой земле открылась в том, что Он принес плод, угодный Богу. И теперь я хочу обратить ваше внимание на ту мысль, что славою увенчан наш Господь Иисус Христос. Праздник жатвы нам неизменно говорит о славе. Праздник жатвы нам говорит о том, что все то, что мы не берем в пищу, все то, что не подходит для пищи, оно уничтожается, оно предается огню, оно уходит в небытие, а душа человека, которая приносит плод Богу. она уходит к Господу. Дорогие братья и сестры, всегда есть выбор, но всегда жатва заканчивается славою. Прекрасные плоды мы собираем для себя. Бог собирает для себя прекрасные плоды. Через Иисуса Христа Бог нам дает возможность, чтобы те плоды, которые наша жизнь, наша душа, наши мысли, они не смогли прославить Бога. Христос дает нам возможность очиститься от этих негожих плодов, но в Иисусе Христе получить плод святости для чего? Чтобы быть с Богом на небе. У нас есть прекрасный псалом. Час, когда труба Господня над землею прозвучит, и не настанет вечно светлая заря. Имена Он всех спасенных в перекличке, повтори, там, по милости Господней, буду я. Дорогие братья и сестры, каждый из нас, обратившийся к Господу сегодня, может сказать, Господи, благодаря Тебе на этой перекличке могу быть я. Я хочу говорить тем, которые еще не примирились с Богом. Если ты не нашел друга в Иисусе Христе, если не познал Его личным спасителем, у тебя сегодня есть возможность. Для тебя еще сегодня не настала жатва, для тебя еще сегодня день. Благодарение, благодарение за дар жизни вечной, благодарение за то, что Бог сегодня рядом с тобой. Он хочет, чтобы ты получил спасение. Заканчивая свою проповедь, хочу подвести итог. Бог для нас делает все прекрасное для того, чтобы мы жили. Бог для нас делает все прекрасное для того, чтобы мы приносили плоды Ему. Бог для нас приготовил прекрасную вечность. Да будет наша душа Ему благодарна. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok